Привет, Викинги Викторинакс! Опять будем говорить о том, почему ножи Викторинакс лучшие. Опять им будем поджигать, карать гламурных ножеманов. В этом видео мы поговорим о таком компоненте, как серрейтор, как полусеррейторная заточка, как комбинированная заточка. И почему ножи Викторинакс лучшие в этом компоненте мы обязательно тоже с вами поговорим. Это нож Викторинакс Альпинер. До 2017 года данная модель называлась Викторинакс Сентинель, но теперь это Альпинер. В 2017 году все ножи Викторинакс 111 мм перевели на лайнерные замочки и некоторые из них также переименовали. Нож Викторинакс Сентинель также остался, но теперь это другая модель. О нем тоже когда-нибудь еще поговорим. Брал я нож у Ксении. Вы заметили, что какое-то время на моем канале не было рекламы Ксении. Ну и я решил провести некое исследование, кто все-таки из продавцов Викторинакс наиболее добросовестный, наиболее качественно выполняет свою работу. Общался с людьми, и они делились со мной какими-то отзывами. Ну и все-таки вот Ксения действительно топщик и цены хорошие, и работает быстро оперативно. Я сам этот нож у нее брал. Ссылка на нее будет под видео. Там же под видео ссылка на наш чатик в Телеграмм Викинги Викторинакс. Там если что-то в видео непонятно, можете зайти, поинтересоваться, пообщаться. Ну и давайте, поехали! И первое явное преимущество ножей Викторинакс с комбинированной или, если угодно, полусерейтерной заточкой, это именно грамотное расположение вот этого вот серейтера. То есть посмотрите, у нас идет вот эта вот часть ближе к пяти клинка плейн, а дальше она идет уже ближе к острую, именно серейтерная часть. И это удобно, потому что всегда какие-то силовые работы вы, как правило, делаете частью клинка, ближе к рукояти. Ну давайте на примере строгания опять же рассмотрим. Многострадальная палка. Всегда удобнее работать по каким-то твердым материалам, в частности строгания, а это именно плейновой частью. Вот, блин, как же здорово он строгает все-таки. Вот, видите, да? С серейтером, конечно, тоже это возможно. Но видите, ну серейтер он все-таки немного не для этого, все-таки именно какие-то твердые материалы. Это удел плейновой заточки. Вот. И как мы уже с вами поняли, наиболее удобная часть клинка для силовой работы, это именно ближе к рукояти. Вот. И она как раз на большинстве ножей с комбинированной заточкой, где есть и серейтер, и плейн, она как раз серейтерная. Что не совсем удобно. Тут же, видите, у нас есть и такой полноценный участок с серейтером. И есть небольшой участок для каких-то силовых работ с плейновой заточкой. Другие производители этого не делают, а зря на самом деле, как я вам уже показал только что на примере, это действительно здорово, это удобно. Следующий нюанс это расположение подвода. Тут у нас односторонняя, если угодно, стамесочная заточка. И подвод расположен с правой стороны. Ну, если смотреть вот так вот, то он с левой стороны. Ну, в общем, вы поняли. Подвод с этой стороны. У меня был не так давно на обзоре нож Spider Catenations, полностью серейтерный. Я вам ссылку оставлю. Сейчас всплыла вот здесь и в конечных заставках. Кому интересно, посмотрите. Я нож взял, вроде бы все неплохо, здоровский нож. Я не мог понять, что с ним не так. Почему вот он режет, например, там сало с хлеба выскакивает, с сыра выскакивает. То есть какие-то мягкие такие продукты, материалы вроде бы более-менее. Но вот с каких-то чуть более твердых таких продуктов он уже выскакивает. И я понял, что на нем серейтер расположен как раз вот с этой левой, если угодно, стороны. Я отправил даже эту Spider Catenation к своему другу, чтобы он его протестировал. И он тоже понял, что это фигня. Короче, получается, что именно грамотное расположение, ну, поистамесочная заточка, а в большинстве случаев на серейтерах стамесочная заточка у нас. То есть он именно должен быть расположен с правильной стороны. То есть если вот так вот смотреть со стороны рукояти справа, у Spider Catenation он слева, и это неудобно. Давайте я сейчас продемонстрирую даже, да. Ну, опять же, на примере деревяки. Давайте с серейтером подстыргаем. Ну вот, видите, как он агрессивно вгрызается, да. Вот, понятно, да. Давайте попробуем левой рукой. То есть если бы, получается, для правши серейтер, именно подвод, подвод, был бы расположен, получается, у нас с левой стороны, то есть, ну, для левши с правой. Ну, вы поняли, в общем, да. Давайте попробуем как-то. Ну, вообще-то тоже строгает с одной стороны. Но, вы знаете, он все равно стремится выскочить. Если, вот я беру, он прямо заглубляется, да, видите, выгрызает. То при расположении подвода с другой стороны, как на Spider, ну, я не скажу, что это прям супер плохо, но вы видите все. Или вот, ну, давайте посередине попробуем. Вот, да. Или, получается, смотрим. Ну, очевидно, да, или тут щипа какая толстая, нож заглубляется, или тут совсем помаленьку снимает. То есть второй плюс, это именно грамотное расположение подвода на правильной стороне справа. Следующий нюанс, это грамотный, правильный шаг серейтера. У нас на многих других ножах, где есть серейтерный участок, идет там шаг чуть больше, два шага меньше, шаг больше, два шага меньше. Ну, по-разному. Бывает разное чередование. Но это, с одной стороны, может быть, в чем-то и плюс. Но, например, в плане правки, тут у нас очень удобно, когда шаг одинаковый, достаточно будет какого-то одного правильно подобранного мусатика, либо алмазного натрия, чтобы этот серейтер поправить. Также этот серейтер, он не глубокий, что также облегчает его заточку, и он очень удобен в работе. Потому что, наверное, где-то на ножах на серке, по-моему, я видел очень уж глубокий агрессивный серейтер, и я думаю, что, ну, это не есть хорошо. Он и в заточке сложнее, и в работе не так удобен. Тут же вот очень грамотный, очень аккуратный шаг серейтера. Также хочу отметить то, что, ну, сталь тут достаточно простая. Если вот на плейновых ножах с простой сталью, ну, да, люди предъявляют претензии, что слишком уж мягкая сталь, да, какого-то современного времени, то все-таки за счет серейтера и за счет того, что тут такой достаточно широкий подвод получается, так как он, с одной стороны, ножи Викторинокс даже с такой простой сталью дольше сохраняют агрессивность реза. И при этом, несмотря на то, что тут серейтер, они достаточно неплохо правятся. Прочие нюансы по этому ножу. Это у нас левый лайнер. Ну, почему он, собственно, левый, я в этом видео объяснять не буду, но все это работает без каких-либо проблем. Ну, если интересно, может быть, сниму некий ликбез. Далее, нож у нас очень легкий, он однорядный. Тут есть также у нас штопор. Накладки произиненные Adidas. Ну, такой приятный легкий ножичек. Есть также такое вот колечко для подвеса. Ну, давайте резюмируем, почему все-таки ножи Викторинокс с комбинированной заточкой лучшие из ножей с комбинированной заточкой, либо из полусерейтерных ножей лучшие в мире. Почему так? Во-первых, это грамотное расположение плейнового и серейтерного участка. Во-вторых, это правильная сторона, где расположен подвод. Ну, и в-третьих, это достаточно высокая пригонность к правке на каких-то очень простых предметах. Ну, и грамотный шаг серейтера. Я думаю, что вот после этого видео количество приобретенных ножей с комбинированной заточкой от компании Викторинокс возрастет в несколько раз. Также хочу сказать, что вот я в последнее время, мне очень нравятся серейтеры, полусерейтеры. И вот, благодаря ножам Викторинокс, я именно прочувствовал, как должен вообще работать правильный, грамотный серейтер. Ладно, ребята, викинги, давайте. На этом я с вами желаю вам удачи. Желаю вам всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания.